ребят всем привет не думала что я снимать буду но вот шла мимо самого вкусного магазина с морепродуктами свеженькими посмотрите не знаю по-русски это большая рыба называется но это агу эти здесь маленькие осьминожечки все свеженькие крабики крабы и все в общем такое вот эту вот длинную рыбу я не знаю как называется хочу вам показать купила я минтай и вот дяденька мне за эти деньги и очистить видите здесь внутри специальные аквариумы чтобы все были свеженькие скажите как она называется ребят по-русски это рыба это по-корейски кальчи а по-русски не знаю вот он минтай но я блин сюда говорила что это навага это скумбрия да типа наши селедки делают других многих названий рыб я не знал осьминожки и ракушинки это вот мелкие ракушки они уже чищены и их можно в каши добавлять вот это вот всякие это наверно мозги это икра это маленькие креветочки ага там там не до я сначала купила одну вот сейчас вернулась купила еще одну ой смотрите а здесь вообще он живые рыбки ребят а интересно куда таких рыбок где их варят куда их добавляют наверное в супы какие-то я не знаю смотрите а вот эти очень вкусные ракушинки их варишь и потом макаешь соевый соус вообще пища богов так но это креветки это вы все знаете а вот эти уже чищенные ракушки их тоже добавляют в кашу также как и те варят скорее всего так здесь морской огурец трепанг здесь красная рыбка здесь уже почищенная рыбка суши здесь всякие баночки куда макать либо там я вижу вроде как икра ферментированная в общем ребят очень вкусно очень все это свежие я сколько брала а мой любимый трубач как я его обожаю его варишь и точно также макаешь соевый соус очень люблю морепродукты больше чем мясо вот с такой рыбой я не знаю куда они ее пользуют тоже наверное скорее всего в супы это тоже вяленая рыбка вот эта рыба вот это это она очень вкусная мы с миланкой и обожаем а здесь всякие закусочки к пивку солененькая рыбка там всякие тоже ракушечки здесь тоже вяленая рыба здесь живет кот вот здесь продают хлеб а здесь у нас как всегда очередной магазин с продуктами и в основном фрукты овощи ребят это наверное малина земляника скорее всего я такую как-то брала невкусная так уже дешевеет клубничка так дома у нас фрукты есть брать не буду а вот это халабон это гибрид мандарина с апельсином выращивается начать еду очень дорогой 8 штук 9 900 все а я иду домой жарить рыбку ребята зайду еще специально вкрытый рынок покажу вам как здесь продают корейские салатики но и всякую корейскую традиционную еду это вот такой рисовые не знаю как правильно сказать в общем мятый рис такой и вот из них делают такие вкусняшки называется ток аняня вот посмотрите здесь тоже все очень чистенько тоже есть вот такие морепродукты просто я обычный магазинчик это все корейские салатики боже мой какая вкуснота я голодная кушать хочу очень это все вкусно о я сейчас возьму морскую капусту обожаю морскую капусту а это называется чоны жареные корейские это мяско внутри или кабачок в кляре рыбка вкусная я голодную хочу кушать вот здесь у бабушки очень вкусненько я у нее брала морскую капусту на сейчас я смотрю ее нет возьму в другом месте ребят в общем я взяла вот такие анчоусы и морскую капусту я еще мне бабушка положит такую корейскую кашу ребята это патчук это патчук как их зовут ? патчук патчук даже я вам папчук ой камсаамнида патчук патчук Вот такой у нас, друзья, рыночек. Я не знаю, я вот раньше как-то не испытывала таких чувств к бабушкам, к дедушкам. Как-то, ну, просто люди и люди. А вот сейчас, когда у меня ни мамы, ни папы нет, я на них смотрю и так хочется всех обнять, поцеловать, помочь им, может быть, убраться, полы помыть. Как-то прям сердце щимит. Здесь летом бабушки всегда, кстати, сидят, курят, болтают. Здесь починочная. Починочная. Чинят здесь одежду. Вот. А здесь бабушка с дедушкой продают курочку, яблоки иногда. Я здесь покупаю яички. Ну и все. Вот мой проволочек к нам домой. Пришла домой у собак истерика. Все хотят гулять, все соскучились по маме. Блин, так громко гавкают. Кубася, Куба, куда побежал? Иди, мама на тебя оденет поводок. Пойдем. Моя собака сладкая. Конечно, представьте, если бы я всех отпустила, они бы разбежались, как тараканы, в разные стороны, и все. Поэтому кубички я разрешаю бегать, так как он слушается беспрекословно. Писает. Ух, так громко. Иди к маме. Куба, иди к маме. Молодец. Ты моя молодец. Ребят, у нас сегодня немного пасмурно. Дождик собирается. Надо быстренько погулять с собаками, идти домой, жарить рыбочку, да? Так, смотрите, в общем, что я купила. Это морская капуста. Анчоусы. Так, здесь у меня рыбонька. Ребят, может быть, я даже сегодня не буду ее делать, но может быть, завтра. Так, паста. Ой, чук, кашка. Купила вот таких вот три папки. Там будут лежать у меня собачьи родословные титулы. Вот эта папка будет для Лолы и Яры, потому что вот таких вот больше не было. Ну, и одна, в общем, из них будет кубика и эгоистика. Так, дальше, что я еще купила? Смотрите, это вот такая вот будет подставочка. Она вообще как бы по цвету, но я ей сделаю тарелочку, чтобы собачью тарелочку можно было ставить, и они кушали. Взяла вот таких две. Вот, сейчас посмотрим, как будет. Взяла вот такую вот штуку, чтобы складывать вот такие сухие салфетки. Вот, бумажные салфетки. Вот так вот. А то у меня салфетки есть, а такой штучки не было, и валяется по столу непонятно как. Так, дальше что? А, ну и вот такие штуки ковырятся в ушах. Палочки для ушей. Тысяча пятьсот штук. Надолго хватит. Так, смотрите, вот здесь у меня кушают собачки. И получается, здесь одна будет так. Если, например, так, ну, 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 если я вот сюда поставлю. Вот, смотрите, в принципе, прекрасненько можно кушать, и она не убегает. Да? Пустая, да? Ну вот, нормальненько. Так, а можно еще поставить вот такую. Блин, ну прости, детеныш, прости. Это я из-за подписчиков снимаю. Вот, нормуль. А вот это вот прям херня-херня. Я сюда просто вот так вот ставлю. Так, ну, а вот эту штучку я приспособлю. Сюда можно ставить, я не знаю, горячую там кастрюльку, например. Вот, сразу же вам покажу, как я хочу сделать. Вот. Кладем сюда бумагу. Так, закрываем. Так, неудобненько, конечно, одной рукой. Ну вот. И, ай! И, короче, вытаскиваем. Так, ребятки, смотрите, какой у меня будет ужин. Кашка. Блин. Вкусненько. Наверное, я в первый раз ем такую кашу, честно. Потому что всегда, сколько я она не смотрела, она мне не нравилась ни на вид, ни как. Блин, а сейчас я ем прям вкусно, ребят. Хочется немножечко добавить медика. Так, ну, медик с морской капустой. Ай, пофигу, я ж дома. Вот так вот. Ну-ка. Да, вот с медиком вкусно. Блин. Мне очень вкусно. Так, давайте попробую капустоньку. Ну, я знаю, что она вкусная. Ммм. Три анчоусы. Вот с таким вот перчиком. Ммм. Очень вкусно. Прям очень. Конечно же, друзья, это не весь мой ужин. Это разогревочный. Сейчас я немножечко покушаю, а потом начну есть. Время сейчас 7 вечера. И это моя первая еда за сегодня. Я не на диете. Просто я днем не кушаю. Я начинаю есть вот в 6, в 7. И пока спать не лягу. Вот так. Все, ребяточки. Я, наверное, уже завтра рыбку пожарю, потому что сегодня уже темно, ничего не видно. И я уже не такая голодная. Вот. Давайте я вам уже тогда ее завтречка пожарю днем. Все, ребяточки, всем до завтра. Спасибо, бабулечка, за такую кашку вкусную. Так, короче, не получилось у меня пожарить рыбку. Леша позвал покушать. Сейчас мы идем встретимся вместе с Лешиным начальником его работы. Так что задам вопросики ему. Что там Леша делает? Как работает? И почему домой ночевать не приходит? Мы приехали в ресторан, в котором работал Леша. Столько много людей, кстати, сегодня громко. Вот. Нам уже все приготовили. Как всегда, корейские панчаны, кимчи. И прям сервировочка. Сейчас мы будем кушать мяско. Ну, давай. Не забыл еще как? Нет, забыл. Я ему это с прошлого года говорил, что я его тоже там приведу. Я его тоже приведу. В общем, это штука для того, чтобы смотреть температуру. Чтоб жарилось все правильно. Я одного раза. Ага. Это картошка. Зачем ее резать? Зачем резать? А что картошка? Это жарить. А, хорошо. Да ты сядь, что ты сто это? Видите, как быстро мясо жарится. Две секунды и все. Пришел Лешин, друг с которым они работали до этого. Сказал, что будет нам жарить. С прямом порядке. Два. Сзыв. Я еб statewidehi. Неправедой. Я baixo the видео. Войн 사랑 с ним. Войнери были все, апftали. Я бы послушал. Я herumк ett 5 летну. Добавил субтитры DimaTorzok 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 молодежь тоже пожарить рыбку купила помыла вытащила изнутри вот эти вот ну черные штуки которые прилеплены к внутренностям это не тяжело все не противно не вонючая помыла порезала вот такими кусочками обваляла в муке солью и перчиком на масло пожарила рыба жарится очень быстро поэтому за минут 15-20 вы сможете приготовить вкусный ужин вы смотрите как вкусненько и красиво получается минимум за стратости плиты но есть конечно не без этого если я переворачиваю рыбку вот так чтобы она со всех сторон поджарилась лёша кстати не любит жареную и на вагу не ментай сырую любит сейчас буквально три минутки пожарится можно выключать рыбка готова можно выключать я возьму себе самые вкусные кусочки где много костей очень люблю кушать все в костяне вот такой вот получился у меня обед нового с полезной гречкой обязательно кимчи и корейский напиток из риса и сладкого риса не знаю как сказать правильно по-русски но называется пирог щеки и смотрю обязательно что вы мне тут понаписали в нашем телеграме обязательно общаюсь тоже вместе с вами пишу вам смотрите какие у нас есть прикольные стикеры вот так так что ребят обязательно подписывайтесь на наш телеграм обязательно в контакте ну и также тик ток и инстаграм всем пока до следующих влогов а а а